Сколько вы уже вообще сборов вместе с командой провели за время? Сколько вы работаете в клубе? Ну, я уже, как в этом году будет 20 лет, как работаю в футбольном клубе. Ну, посчитать, я не знаю, каждый год по два сбора, вот и считайте. Ребята уже смеются, надо уже давать это, турецкое гражданство за все время пребывания на сборах. Ну, по сборам я как бы в футболе, седьмой сезон уже в футболе, до этого работал с национальной командой Белоруссии по биатлону. Был первым массажистом, который ездил на Олимпиаду, работал на Олимпийских играх в Лиде Хаммере. То есть это было... 6 лет я проработал вот в биатлоне со всеми сборами, выездами. Потом пригласили работать с Тазаренко, работали с Говорцовой. Ну и вот с 13-го года пригласили, доктор Михайлович Гончаренко пригласил поработать с футбольным клубом. Чем работа на сборах отличается от работы во время сезона? Ну, то есть команда работает в двухразовом режиме на сборе уже, то есть нагрузки получает больше, соответственно, ребятам надо и восстановление побольше. Поэтому и, соответственно, у нас на сборах тоже нагрузки побольше, так сказать, надо их больше помассировать, восстановить. Какое-то оборудование в своей работе используете? Ну, в основном, как бы, основное у нас это наши руки, то есть основное оборудование. Ну, также мы используем вибромассажеры, лимфомат тоже по необходимости. Там ребята у нас записываются, кто на массаж, кто на лимфомат. На ваши руки ложится большая нагрузка, как вы их восстанавливаете? Естественным путем, то есть, как бы, особых, конечно же, существуют разработаны, существуют приемы для восстановления перегруженных рук. Но дело в том, что, как бы, в массаже, я бы сказал, что перегружаются не столько руки, сколько психика, может быть, да, то есть психология, то есть, как бы, вот здесь все спортсмены разные, со всеми необходим контакт. Существует аура у человека, то есть, как бы, биополе, которое воздействует на нас, то есть, общение с каждым человеком требует определенного энергетического, как бы, выплеска. Те же растяжки, то есть, как восстановительные приемы такие есть, как растяжки, которые помогают определенной, ну, гимнастика есть определенная для массажистов тоже существует. Поэтому каждый действует там по необходимости. Во время массажа общаетесь с футболистами? Общаемся обычно не, как бы, не во время массажа, а до того, как приходит тебе футболист. То есть, пришел футболист, ты уже у него спрашиваешь, какие проблемы, на какой там участок там тебе уделить внимание, там, ноги, спина, какие вопросы. Ну, когда делаешь, тоже там поинтересуешься, там, и спросишь у футболиста, ну, как вот сейчас у тебя самочувствие, как там, расслабилась мышца или не расслабилась. Ну, такие рабочие моменты. А бывало такое, что футболист вот от полученного удовольствия просто засыпал? Ну, массажи, это, считается, как бы, вам правильно сказать, если футболист уснул на массажном столе, это говорит о том, что массажист, ну, профессионал, то есть он хорошего уровня. Спортивный массаж предполагает определенные действия, как бы, не только на расслабление и восстановление, но спортивный массаж предполагает, как бы, работать с предстартовыми состояниями, которые всем известны. Это состояние апатии, состояние, там, перевозбуждения, норма, обычное боевое состояние, как бы, если вы в курсе, то есть такие предстартовые сип-состояния. И, по большому счету, массажист должен работать и с этим на этом уровне. То есть, если видеть, что человек перед стартом немножечко вяленький, его надо немножечко взбодрить. Если он, наоборот, прыгает и излишне возбужден, его надо немножечко погладить. То есть, вот такие моменты есть. Ну, если мы говорим о восстановительном массаже, то человек пришел, и он лег, он отдыхает, он должен отдохнуть. И лишние разговоры ему не нужны. Чем занимаетесь во время тренировочного процесса? Наша работа начинается за час до тренировки. Вот то, о чем я говорил, что кого-то надо растереть, разогреть. Вот, за час до тренировки начинается подготовка к тренировке команды. Мы уже в деле. Потом мы приезжаем на поле и занимаемся, как бы, ну, для нас уже, вот, с Виктором уже, есть, ну, как бы, для себя определили, чем занимается он, чем занимаюсь я. Я, там, я, там, напитками, он, там, чаями готовит дополнительно какие-то. Поэтому, вот, как бы, в процессе... Потом помогаем, как и все, где-то мясо подать, где-то там ворота принести. После тренировок футболисты пьют приготовленный вами горячий чай. Откуда вы взяли рецепт? Ну, за столько лет, как бы, уже пришлось наработать такой рецепт. Сначала делал простой чай, потом решил, там, добавить лимон, уже вкуснее. Потом еще других ингредиентов. Ну, так попробовал, вроде бы, вкусно. Потом начали ребята говорить, что вкусно. Ну, вот так вот и возник этот рецепт чая. Сейчас, кстати, надо будет сделать патент. Будет чай футбольного клуба Баты. Могу добавить к этому делу еще во время, ну, когда бывает, там, скажем, у нас там бывают длительные сборы, бывают там вирусные какие-то дела вокруг нас. То есть, как в целях профилактики, ну, вот, как бы, нашли рецепт тибетского чая. С имбирного именно. То есть, как бы, вот, в эти, в такие тяжелые времена, опасные, как скажем, чтобы народ для профилактических целей применяем. Такой вот тоже приходит, сонатригает наших, нашу кухню, чтобы там снабжали имбиром. Каждый период, в этот период, вот этот чай делаем, там, потом имбирный. Во время тренировок летом делаем углеводные коктейли. Ну, то есть, по мере... Мастерки в работе.